Всем привет, ребята! Вы, конечно же, помните мои видео про этот замечательный электронный конструктор ДОКа на тысячу схем. А сегодня я хочу показать вам еще один конструктор из этой серии, и он посвящен альтернативной энергии, то есть энергии солнца, ветра и механической энергии. Открываем коробку, и внутри мы видим инструкцию, а также все детали. Сразу бросается в глаза, что тут нет блока с батарейками, да потому что во всех схемах будет использоваться энергия солнца, ветра или механическая энергия. Также, как и в других конструкторах ДОКа, здесь четко подписаны все детали, их номера, чтобы их легко можно было найти в наборе, а также есть схематические обозначения, как эти детали обозначаются в настоящих электронных схемах. Итак, первое это энергия солнца. Как вы знаете, человечество научилось добывать электричество от солнца, и использует для этого солнечные батареи. Вот она, маленькая солнечная батарея, которая есть в этом конструкторе. Она преобразует световую энергию в электрическую. Давайте соберем такую схему. Солнечная батарея плюс красный светодиод. Соединим их выключателем, а также установим резистор, который ограничивает ток. Если его не установить, то светодиод может перегореть. Вот красный светодиод. Сейчас он не горит, потому что выключатель выключен. Давайте его включим, и светодиод загорелся. Здесь даже нет солнца, но он уже горит, потому что солнечная батарея использует свет ламп, которые я использую для съемки. Если рукой прикрыть батарею, то, соответственно, светодиод начинает гаснуть. А теперь давайте вместо резистора установим мультиметр, чтобы замерить рабочий ток и напряжение светодиода. Поставим переключатель в среднее положение, и мультиметр будет замерять миллиамперы. Включаем, и видим, что стрелка отклонилась. Если затенять батарею рукой, то показания тока падают. А сейчас переключим в крайнее левое положение. Теперь мультиметр показывает рабочее напряжение в вольтах. Под светом ламп солнечная батарея выдает меньше 3 вольт. А если выйти на улицу, то будет уже 4 вольта, но это я пока еще в тени. А если переместиться на открытое солнце, то наша крошечная батарея сможет выдать целых 5 вольт. А теперь давайте соберем музыкальную схему. Это микросхема, на которую записана мелодия. Соединим ее с солнечной батареей через выключатель. Включаем и слышим какой-то скрип. Дело в том, что света от ламп недостаточно для воспроизведения музыки. А теперь давайте выйдем на открытое солнце. И вот музыка уже играет. А теперь соберем схему с электродвигателем. Установим выключатель и провод. Для наглядности я установлю вентилятор на ось двигателя. Включаем. И что же, двигатель не крутится. Света ламп снова недостаточно, потому что двигатель потребляет много энергии. Давайте попробуем выйти на солнце. И вау, двигатель заработал от энергии солнца. Если снова зайти в тень, то двигатель остановится. Кстати, тут в комплекте есть еще лампа накаливания. Но она сжрет целых 6 вольт. И наша маленькая солнечная батарея просто не сможет выработать столько, чтобы зажечь ее на полную яркость. Разве что совсем немножко. Но мы этой яркости просто не увидим на ярком солнце. Но у нас в наборе есть ручной генератор, который превращает механическую энергию вращения в электрическую. Сейчас я соберу схему с генератором и лампочкой накаливания, которую мы не смогли зажечь при помощи солнечной батареи. Начинаем крутить, и лампочка загорается. Чем быстрее мы крутим, тем ярче она горит. А сейчас соберем схему, в которую добавим мультиметр. Когда я кручу медленно, то стрелка показывает около 3 вольт, и лампочка светит не на всю яркость. А когда я начинаю крутить быстро, то вырабатывается уже 5 вольт, и лампочка загорается на всю яркость. А вот еще одна интересная схема. Я подключил к ручному генератору электродвигатель и установил на него вентилятор. Крутим генератор, и начинает вращаться пропеллер. Причем, если вращать в обратную сторону, то и вентилятор тоже меняет направление своего движения. Получился вентилятор с ручным приводом. То есть механическая энергия вращения превращается в электрическую, а потом снова превращается в механическую энергию вращения. А теперь уберем электродвигатель и поставим вместо него музыкальную микросхему. Начинаем крутить, и включается музыка, записанная на микросхему. Получилась такая себе электронная шарманка. Ну а это механическая шарманка. На этой шарманке не нужно электричества, чтобы играть мелодию. Смотрите, что я сделал. Я подключил к ручному генератору вообще все, что у меня есть в этом наборе. Это лампа накаливания, музыкальная схема, электродвигатель и два светодиода, красный и зеленый. И сейчас мы узнаем, сможет ли ручной генератор выработать столько электричества, чтобы все это заработало. Да, ребята, смотрите, все работает от ручного генератора. И лампочка светится, и музыка играет, и пропеллер крутится, и два светодиода тоже горят. Вот это да! Так что ручной генератор это довольно мощная штука. А, кстати, если вместо моей руки заставить его крутить бензиновый двигатель, то получится бензиновый генератор. Но это уже не альтернативная энергетика, поэтому немножко не по теме. А мы сегодня рассматриваем только альтернативную энергетику. И следующее у нас это ветровая энергия. То есть тот же генератор крутится уже не моей рукой, а ветром. И вот, ребята, я уже соорудил микроветряную электростанцию. В качестве генератора у нас будет электродвигатель с вентилятором. В качестве нагрузки я включил красный светодиод. И сейчас я буду дуть, и светодиод должен загореться. Да, он горит, но долго я так дуть не смогу, это точно. Давайте, кстати, подключим еще один светодиод и посмотрим, смогу ли я выработать еще больше электроэнергии. Так, смотрим. Да, могу, но я задыхаюсь, ребята. Кстати, для наглядности можно взять обыкновенный фен, потому что долго дуть так никто не сможет. Да, смотрите, как все ярко, прекрасно горит. Представим, что это не фен, а ветер. И вот так мы преобразуем энергию ветра в электрическую энергию. Ну и, конечно же, к нашей ветряной электростанции можно подключить музыкальную схему. И если сделать ветер, то заиграет музыка. Правда, из-за шума музыки почти не слышно. Но самое главное, что все работает. А еще интересный факт. У вот этой вот связки электродвигатель и генератор есть обратная связь. То есть, если вращается ручка, то вращается пропеллер. И то же самое, если заставить вращаться пропеллер, то будет вращаться ручка. И сейчас я вам это продемонстрирую при помощи фена. Вы видели? Прикол, да? Но это не прикол, это физика. Вот такой вот, как мне кажется, очень интересный конструктор, который просто объясняет сложные вещи. А еще главное, он прививает любовь к науке и к радиоэлектронике прямо с детства. Если вам интересно, где я покупал, ссылку оставлю в описании. Ну а я с вами прощаюсь. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok